Hello, my friends. We continue our playlist. И давайте с вами переведем, казалось бы, простое предложение. Он сказал, что сделает это. Он сказал, что... He said that... Сделает это. Значит, он сказал that... Если его прямая речь... То есть, он сказал, he said... Я сделаю это. Это будет, I'll do it. He said... I'll do it. He said I'll do it. Он сказал, что сделает это. Сейчас, that he... И как здесь далее, правильно сказать. Вот если вы переводите прямую речь костную, то идет движка на время назад. И will меняется на would. Правильно сказать, he said that he would do it. Он сказал, что не придет туда. Он сказал, что... He said that... Не придет туда. He wouldn't... Come there. He said that he wouldn't come there. Я думал, что это не произойдет. Я думал... I thought that... Что это не произойдет. It wouldn't happen. I thought that it wouldn't happen. Мы думали, что он не согласится. Мы думали, получается, we thought, что он не согласится. We thought that he wouldn't agree. То есть, имейте в виду, что в прошедшем времени, когда вы говорите, у вас есть какое-то предложение, will меня остановит. Это очень важно. Далее, давайте еще примеры прямой речи разберем. Он сказал, he said... Я занят. Он сказал, я занят сейчас. Получается, I'm... I'm busy now. He said I'm busy now. Приводим. Очень вкусная речь. Он сказал, что... He said that... Получается, он был занят. Сдвижка идет на время назад. Если present simple, то становится, соответственно... Значит, здесь мы с вами пометили, что will меняется на would. Это очень важно. It's very important. Если у вас present simple, то меняется, соответственно, на past simple. Получается, he said that... Он был очень занят. He was... Он был занят. He was busy. Но не сейчас. Now это сейчас по отношению... Вот когда он говорил. А now меняется на then. Можно запомнить. He said that he was busy then. То есть present simple на past simple. И now меняется на then. Тоже очень важно. Далее, например. Я работаю сейчас. Я работаю. Он сказал. Опять же у нас с вами фраза. Давайте ее... Он сказал. He said... Я работаю сейчас. I'm working. I'm working. Также идет сдвижка на время назад. I'm working. Значит, если у вас present continuous, present continuous, у вас он меняется, соответственно, на past continuous. Present continuous на past continuous. И у вас получается he said... Он сказал что... He said that... Он работал. He was working. He said that he was working. Мы используем это иногда, когда пересказываем какую-то книгу, что имейте в виду, не удивляйтесь. Здесь важно, видите, поменять местоимение. Если у вас какой-то есть временной указатель, тоже за этим следить. Я работаю здесь. I'm working here. Но here меняется на... То есть я работаю здесь, а here меняется на that. Почется, я работаю там. He said that he was working there. И так сказать, Will would. He said I'll do it. He said that he would do it. He said that he wouldn't come there. I thought that it wouldn't happen. We thought that he wouldn't agree. Present simple, past simple. He said I'm busy now. He said that he was busy then. Present continuous, past continuous. He said I'm working here. He said that he was working there. Это как раз Will или по-другому future simple. Давайте здесь еще одно простое время. Здесь это past simple. Время назад, видите, past simple – это уже прошедшее время. Он сказал, he said, я сделал это. I did. Переводим. Он сказал, что he said that нам нужно на время назад. И вообще это one time before. Когда вы переводите, это называется в английском языке reported. Reported speech. Костная речь. Или также indirect. Indirect speech. У вас идет сдвижка на время назад. One time before. То есть нужно предпрошедшее время. А предпрошедшее – это у вас past perfect. Past perfect. Получается, he said I did. Например, вчера. I did it yesterday. He said I did it yesterday. He said that. Он сделал это. Меняется на, соответственно, past perfect. Получается, he'd. Или he had done it. Но, видите, у вас yesterday меняется на на что? Yesterday у вас меняется на the day before. Или также the previous day. Сейчас мы с вами потом выпишем эти. Указывает the previous day. He said that he'd done it the day before. He'd done the previous day. Например, он сказал, я был там, я был там два дня назад. I was there два дня назад two days ago. То есть он сказал, что he said that. Здесь ввижка на время назад. То есть он был там. He'd been there два дня назад. ago у меняется на before. Получается, two days before. То есть два дня ранее. He said that he'd been there two days before. Далее, если у вас идет present perfect, present perfect, то на самом деле это настоящее, совершенное. Как бы видим, настоящее. Но по факту, present perfect это прошедшее время. По факту. Кто бы что ни говорил, что это настоящее, настоящее, но оно совершенное, совершенное время. Поэтому это прошедшее. По факту, это уже произошло. Поэтому здесь также у нас past perfect. Сейчас многие говорят настоящее, настоящее. Да, связи с настоящим есть, но это все-таки более прошедшее время. Также здесь past perfect. Например, он сказал, что he said, я уже был там. Получается, I've already been there. He said that I've already been there. Если вы переводите в косвенную речь, или можно, например, сказать, я уже был там, или я уже был здесь. Здесь давайте поставим, чтобы he перевести потом there. Он сказал, что... Получается, he said that он уже был там. Получается, на past perfect he'd already been there. Все. Ничего сложного нет. Самое главное знать, это правило идет сдвижка на время назад. Все. Имейте в виду, что иногда просто так встречается. Итак, reported speech, indirect speech, one time before. Past simple, past perfect. He said, I did it yesterday. He said that he'd done it the day before. Or the previous day. He said, I was there two days ago. He said that he'd been there two days before. He said that he'd already been there. He said that he'd already been there. Давайте еще раз. Что на что меняется? Основные указатели с вами посмотрим. Самые важные, самые необходимые, что реально является. Итак, here меняется на there. This week меняется на that week. Или, соответственно, это может быть this week, this month, в этом году, this year. Получается, that week, that month, that year. Далее. Today. Сегодня. That day. That day. Tonight. Сегодня вечером. That night. That night. Завтра. Tomorrow. На следующий день. Это the next day. The next day. Или же the following day. The next day. The following day. Вчера. Yesterday. На the day before. The day before. Или также еще иногда встречается, мне кажется, реже. Это the previous day. The previous day. The day before или the previous day. То есть, видите, у вас ago меняется также на before. Если номер два, номер дня назад и три дня назад. Two days ago. Two days ago. Вот, например, это days, это может быть two months, two years ago. Two months, two years ago. Меняется на то же самое. Значит, получается у нас two. Может быть и three. То же, как вам нравится. For. Значит, months, years, before. Вы тогда об этом помните. Сейчас мы еще разберем несколько примеров. Значит, еще раз смотрите. Here, there. This week, this month, this year. That week, that month, that year. Today, that day. Tonight, that night. Tomorrow, the next day, the following day. Я сказал, вот это часто употребляется. А, еще, видите, мы с вами yesterday, the day before yesterday, the previous day. И еще мы с вами как разговаривали сейчас, now, тогда, then. Two days ago. Two months ago. Two years ago. Two days before. Two months before. Two years before. И, например, такой пример. Он сказал, he said, я буду очень занят сегодня. I'll be very busy сегодня, today. Как мы это переведем? Здесь, на самом деле, основная ошибка при переводе прямой речи костный, это забывает поменять на would. На would. Получается, он сказал что? He said that. Он будет. He said he would be очень занят. Very busy. Если я скажу today, если я ставлю как есть, то получается, что он еще будет занят именно сегодня, именно в этот день. Но он это говорил по отношению к сегодня, когда это было тогда. Не сейчас сегодня, а сегодня это тогда, когда он говорил эти слова. Поэтому today мы с вами заменяем на that day. И получается, he said that he would be very busy, не today, а that day. Поэтому это же не к сегодняшнему дню, а к тому прошедшему дню, that day. Вот поэтому мы здесь и меняем, получается. He said he would be very busy that day. Далее разберем другой пример. Он спросил, где она живет. Он спросил, he asked, где она живет. Where does she live? Как перевести? Он спросил, где она живет. Здесь также идет сдвижка на время назад. Все то же самое. Он спросил, he asked. Видите, далее where. Но здесь, видите, у нас получается как бы косвенный вопрос, о чем мы с вами говорили. Прямой и порядок слов. Получается не where, там вспомогательный глагол, а вначале подвижащий. Where she? И также present simple на past simple. Получается, he asked where she lived. Например, он спросил, he asked, кем она работает. Значит, кем она работает, получается, what's her job? What's her job? He asked what's her job. А так получается при переводе, he asked, у нас с вами на время назад и прямой порядок. Получается, what's her job was? И так по всем правилам переводить. Далее, если у вас общий вопрос, специально когда я скажу это вопросительное слово, если у вас общий вопрос, например, он спросил, значит, он спросил меня, значит, ты согласен? He asked, ты согласен? Получается, do you agree? Значит, переводится, получается, он спросил меня. Именно сказали, он спросил меня. С вами был пример. He asked me. Начну сказать, был ли я согласен? Вот это ли, это if. Вот запомните, если вопрос да или нет, то общий вопрос это ли, это if. Потому что, если я, подвержащий, if I был согласен. И назвишка на время назад, if I agreed. He asked me if I agreed. Еще раз. Он спросил меня, he asked me. Ты понимаешь? Do you understand? He asked me, do you understand? И получается, значит, здесь получается, he asked me, то есть, он спросил меня, he asked me, если я понимал. Вот или, это if. Prepare for it, if I understood. Сейчас здесь еще один есть маленький подводный камень. Еще раз берем, смотрите. He said, I'll be very busy today. He said that he would be very busy that day. He asked, where does she live? He asked, where she lived? He asked, what's your job? He asked, what's your job was? He asked me, do you agree? He asked me, if I agreed. He asked me, do you understand? He asked me, if I understood. Вот смотрите. Если мы с вами немножко по-другому спросим, не просто do you understand, а ты понимаешь или нет. Do you understand or not? А если у вас или нет, то использует обычно не if, а whether. Weather. Но другое weather. Вот это weather. Не погода, а weather. He asked me, whether I understood or not. То есть, в чем, в принципе, собственно, правило его обобщить? Если просто вы переводите, как здесь. Ли – это if. А так или нет, whether I understood or not. Do you understand, whether I understood or not. Например, то же самое, видите, вопрос. С игры, давайте с игры планируемся. Do you agree or not? Ты согласен или нет? Да, мы с вами переведем. Во-первых, здесь также. I'm not. He asked me if, но не if, а if заменяем на whether, получается whether I agreed or not. He asked me whether I agreed or not. То есть, это имейте в виду, если вдруг встретите, чтобы понимали, почему именно так. He asked me, do you understand or not? He asked me, whether I understood or not. He asked me, do you agree or not? He asked me, whether I agreed or not. My friends, thank you very much. Субтитры сделал DimaTorzok